Уважаемые коллеги, студенты, магистранты, сегодня у нас с вами очередной круглый стол организуемой кафедры международных валютно-кредитных отношений. Проблематика у нас примерно все та же. Финансовый кризис, его причины, его форма проявления, последствия, пути и способы преодоления. И сегодня большим удовольствием представляю аудиторию известного экономиста, доктора экономических наук, профессора Михаила Геннадьевича Делягина. Послужной список, несмотря на молодость Михаила Геннадьевича, достаточно длинный. Кое-что мы в анонсе упомянули, те должности, которые занимал Михаил Геннадьевич. В настоящее время, как я понимаю, основная должность – это директор института глобализации. Но, может быть, Михаил Геннадьевич что-то расскажет о сегодняшнем своем дне, я имею в виду о своей деятельности – научной, политической, общественной. А так, тема заявлена, все та же тема, все так же воспринимаемая, не со снижающимся интересом – это финансовый кризис. То, о чем мы с вами в аудитории учебной говорим, но нам интересно послушать людей со стороны, со свежим незамыльным взглядом. Тем более, что люди, которые практически соприкасались многими сторонами финансовой жизни, как в России, так и в мире. Пожалуйста, Михаил Геннадьевич. Понятно. Спасибо большое. Для меня большое удовольствие и большая честь всегда выступать в МГИМО. Я не знаю, что интересно вам, поэтому мы решим эту проблему следующим образом. Я расскажу, что интересно мне, а потом вы зададите вопрос. Я буду говорить о некоторых новых явлениях, которых мы не всегда привыкли сознавать. Это будет с упором на проблемы, с упором на опасности, но это связано с тем, что мир сейчас находится в состоянии достаточно большого и глубокого изменения. А человеческое сознание устроено так, что изменения всегда дискомфортны. А изменения всегда дискомфортны, потому что к устоявшемуся порядку, даже неприятному, несправедливому, мы привыкаем. А самое страшное, то, что вызывает больше всего нервозности, больше всего страхов, это неизвестность. Поэтому, когда происходит изменение от привычного к новому, мы всегда боимся. Это не значит, что новое будет обязательно плохим. Это свойство нашей психики. Когда мы говорим о будущем, мы обычно видим проблемы, подобно тому, как лягушка видит только движущиеся предметы. Поэтому я буду говорить о проблемах, но это не означает, что у нас ждет ужасный мир. Он будет вполне нормальным, вполне приемлемым для тех, кто выживет. Единственное, что свойство человеческой психики таково, что она боится неизвестного. А мы сейчас находимся в самом начале перехода, довольно существенного, довольно масштабного, и поэтому у нас впереди неизвестное почти все. Потому что все наши социальные отношения от семейных и заканчивая межгосударственной конкуренции, они адаптированы к индустриальным технологиям. Индустриальные технологии тоже разные. Был конвейер, после конвейера уже, так сказать, модульная сборка и так далее. Но в основе своей не все равно индустриальные. Мы сейчас переходим к постиндустриальным технологиям, какие они, не очень понятно. Мы говорим информационные технологии, но это первый этап информационных технологий. Следующий может быть уже изменение самого человека, причем изменение сознания и физиологического облика, и многих-многих других вещей. Поэтому мы говорим об информационных технологиях, но это правильно называть постиндустриальными технологиями. И все социальные отношения на всем уровне, от семьи до межгосударственной конкуренции, начинают трансформироваться и приспосабливаться к этим новым технологиям. Технологии не устоялись, и, собственно говоря, ждать от социальных отношений, что они устоятся, тоже несколько преждевременно. Но меня попросили рассказать про мировой именно финансовый кризис исключительно. Поэтому я на нем сконцентрируюсь и в сторону буду забегать так время от времени. Глубина нынешнего мирового финансового кризиса недооценивается не только из-за профессионального оптимизма участников фондового рынка, потому что это ребята, которые, я думаю, на страшном суде будут кричать, что «ребята, покупайте, эти активы никогда не стоили так дешево», или, по крайней мере, не продавайте, и в последнее они будут правы. Но и из-за игнорирования фундаментальной причины, исчерпанности модели глобального развития, которая была создана в результате уничтожения Советского Союза. Дело в том, что, как сейчас понятно, социализм и капитализм были диалектической единственной борьбой противоположностей, которые обеспечивали некоторый относительно устойчивый и относительно благополучный мировой уклад. Уничтожение половины системы социализма автоматически привело к уничтожению другой половины, вернее, ведет к уничтожению просто через некоторое время. После победы в Холодной войне глобальные корпорации Запада вполне разумно и эгоистично перекроили мир в своих интересах. Ну, какую задачу решает бизнесмен? Это марксизм и ленизм учат, что бизнес стремится к прибыли. Это очень теоретическая точка зрения. На самом деле, по дороге к прибыли, задача бизнесмена оперативная, текущая, которую он на самом деле решает, заключается в том, чтобы создать свою монополию на любом рынке. Потому что после обеспечения монополии он сможет извлекать любую прибыль из этого рынка, какую ему захочется, какой этот рынок выдержит. Поэтому, когда глобальные корпорации захватывали огромное пространство, а это был не просто социалистический мир бывший, это были еще и тогда еще развивающиеся страны, и не только социалистическая ориентация, но и все остальные. Потому что, скажем, даже развивающиеся страны, уверенно шедшие по капиталистическому пути, ориентировавшиеся на Запад, они имели великолепную переговорную позицию с развитыми странами, потому что они всегда могли сказать Западу, ребята, а ежели что, то мы сейчас попросим Советский Союз, и мы сейчас уйдем к нему. Классическая ситуация была в Индонезии, когда они ликвидировали коммунистов после маистского мятежа, и экономика была в довольно плохом состоянии, и МВФ начал выдвигать жесткие условия, как обычно, несовместимые с жизнью. Руководство Индонезии сказало, ну, ребята, в таком случае мы сейчас обратимся за помощью к Советскому Союзу, потому что у нас коммунистов больше нет, внутренней угрозы нет, и мы можем сотрудничать с кем мы хотим. После этого МВФ мгновенно смягчил свои условия до вполне приемлемых. Сейчас это было бы невозможно. То есть глобальные корпорации осваивали огромное пространство, огромный мир, и по своим масштабам это напоминало Вторую Конкисту, да и по разрушительности преобразований тоже. Но проблема заключается в том, что когда глобальные корпорации осваивали этот огромный открывшийся перед ним мир, и обеспечивали на нем свою монополию, что они делали? Чтобы обеспечить свою монополию, значит, чтобы там не было конкуренции. Значит, там не должно быть производств, которые способны с ними соперничать. Вот знаменитый Вашингтонский консенсус, это было соглашение о том, как договориться, какие должны быть правила игры, чтобы никто не мог соперничать с глобальными, тогда еще транснациональными корпорациями, а те, кто может соперничать, чтобы он побыстрее погиб. Никакого злого умысла здесь не было, здесь было просто стремление к прибыли, это самое разрушительное, что есть в современном мире. И это сработало. Действительно, за исключениями вроде Китая и некоторых анклавов в Индии, постсоциалистический мир и бывшие развивающиеся страны, потому что сейчас они называются неразвитые страны, это уже некоторая константа, они не способны к развитию, они не способны к конкуренции с развитыми странами. Обвинять в этом государство неправильно, потому что после распада Советского Союза западная бюрократия, она государственная, она сама находилась в состоянии глубочайшего кризиса идентичности. Это потом они научились штамповать швейцеровские рекламные издания, типа книжки «Победа». Это мы все спланировали, ребята. На самом деле, кто-то, наверное, и планировал, но на уровне государственных механизмов они находились в глубочайшем ступоре, и все 90-е годы мучительно решали для себя проблему идентичности. Кто же мы такие, если больше нет советской военной угрозы? Проблему решения идентичности они так и не решили, они на самом деле просто решили о ней больше не думать, потому что эта задача нерешаема, как изобретение вечного двигателя. И по своим масштабам, глубине разрушительности преобразований, вот это вот освоение постсоциалистического пространства можно сравнить лишь со второй конкистой. Я напомню, что первая конкиста за счет разграбления цивилизацией Центральной Латинской Америки обеспечила ресурсами формирование в развитых странах Запада классического капиталистического общества. На исходном, на первом этапе это было вполне затратное мероприятие. Вторая конкиста, которая началась в конце 80-х годов, за счет не менее беспощадного разграбления как постсоциалистического, так и неразвитого мира, обеспечила глобализацию технологическими, интеллектуальными и финансовыми ресурсами. Огромный трансфер технологий, который произошел из этих стран, в первую очередь из Советского Союза, огромный трансфер интеллекта, ну а деньги это, наверное, единственное, что можно посчитать. В результате развитые страны переросли в качество нового состояния глобального общества на основе развития уже не индустриальных, но информационных технологий. При этом, поскольку это происходило стихийно, инстинктивно, то все глупости капитализма были налицо. Когда вы гонитесь за прибылью, вы по сторонам не смотрите, ни о чем больше не думаете. Эксплуатация дополнялась навязыванием при помощи глобальной рекламы, остальной части человечества представление о нормальности и, более того, необходимости даже не обычных стандартов Запада, а именно высочайших стандартов западного потребления. Ну, вы можете посмотреть любую рекламу, просто сейчас по телевизору, и увидеть, что там, где показывается образ жизни, это образ жизни не европейского среднего класса, тем более не американского. Это образ жизни достаточно высокий. Растущее понимание представителями неразвитого мира, в том числе бывших социалистических стран, невозможности достижения этих стандартов в рамках существующих правил игры, а стандарты были недостижимы из-за ужесточения глобальной конкуренции, потому что упрощение коммуникации, связанное с началом глобализации, оно предельно упростило конкуренцию. Если раньше конкуренция стимулировала развитие, то, начиная где-то с начала 90-х, она стала искоренять возможность развития. Вот. И представители неразвитого мира начали понимать, ну, кто не понимал, тот ощущал, что в сложившихся правилах игры ни они, ни их дети, ни их внуки, даже если вывернуться наизнанку, вот этих вот высочайших уровней, высочайшего стандарта потребления, который им навязывался как обыденный и, более того, как единственно достойный, достигнут не сможет. Эффект был двоякий. С одной стороны, элиты неразвитых обществ, в первую очередь либеральные элиты, осознавая невозможность развития слабоих обществ или ощущая, сосредотачивали свои усилия на обеспечении личного потребления, то есть за счет попыток войти в круг глобальной элиты, которая как раз в то время формировалась. Понятно, что это искреннее и честное желание не отстать от поезда внутри каждого общества выглядело как национальное предательство, потому что руководящая элита переходила на сторону глобальных конкурентов этого общества. С другой стороны, обычные люди, понимая, что ситуация тупиковая, они, в общем-то, находились в таком состоянии глубочайшего психологического стресса, невроза, и к концу 90-х годов обострение этого противоречия многократно усугубило глобальную напряженность во всех ее формах. Начиная с того, что политкорректно именуется международным терроризмом, и кончая миграцией, которая буквально смывает современную западную цивилизацию. Если кому-то интересно посмотреть, как это выглядит, можете сесть на поезд и съездить в город Иваново. Очень показательное наблюдение, очень показательное место. Там примерно половина населения уже принадлежит другому цивилизационному типу. Но на самом деле развитые общества ощутили разрушительные последствия эгоизма глобальных корпораций намного быстрее, чем в конце 90-х годов, практически сразу. Дело в том, что когда глобальные корпорации лишили огромную часть человечества возможности развития, они тем самым лишили ее возможности зарабатывать деньги. Потому что негде стало зарабатывать деньги. А если у вас мало денег, вы не можете предъявить спрос на продукцию тех самых глобальных корпораций. И возник кризис перепроизводства, или, с другой стороны, нехватка сбыта. Правда, исходно он возник в отношении не традиционной продукции, а преимущественно продукции информационных и управленческих технологий. На некотором жаргоне это называется «хайхюм», то есть высокие технологии, которые направлены на изменение человека и человеческого сознания, в противоположность традиционному хай-теку, который направлен на изменение неживой природы. При этом дополнительным фактором, усугубляющим этот кризис, нехватки спроса, стало относительно сжатия спроса уже не только в неразвитых, но и в самих развитых странах за счет некоторого, ну не обнищания, тогда еще не было обнищания, некоторого проседания уровней жизни их собственного среднего класса. Потому что информационные технологии, бурно распространяясь, в общем-то его достаточно болезненно ограничивают. Глобальные корпорации на эту первую волну глобального кризиса перепроизводства реагировали очень жестко, очень просто и очень автоматически. У нас нет спроса, значит нужно обеспечить его кредитом. Причем люди там сидели умные, они понимали, что кредитовать вот этот вот неразвитый мир, который втоптан в песок, за счет своих денег нельзя, потому что там нет производства, как в современной Южной Европе, там не на чем зарабатывать деньги. Естественно, за исключением некоторых вещей типа оружия и царевых ресурсов. Значит, нужно, чтобы наше правительство дали их правительствам деньги, чтобы правительство неразвитых стран эти кредиты дало своим потребителям, чтобы они купили нашу продукцию на эти деньги. Кредитование потребителей. Кредитованием потребителей занимались не глобальные корпорации, но правительство стран базирования, развитые страны, и международные финансовые организации. При этом произошла принципиально важная вещь. Глобальные корпорации по всему миру обособились, отстроились от своих государств. Если еще в конце 80-х годов глобальные корпорации были теснейшим образом связаны с государствами и были их продолжением в рамках глобальных управляющих сетей, ну а в Великобритании до сих пор, например, джентльмен не может быть джентльменом, если он не сотрудничает с государством в определенных сферах, то вот в этот момент, когда глобальные корпорации принудили свои правительства заниматься очевидным безумием с коммерческой сферы, то есть кредитовать непонятно кого, который непонятно как будет возвращать эти деньги, они отстроились, где-то в середине 90-х годов это произошло. Корпорации не хотели нести ответственность за чрезмерно рискованные кредиты, пусть даже выданные в их интересах, и не хотели солидаризироваться с теми, кто эти кредиты выдавал, пусть и под их давление. Это привело к принципиальному изменению всего мирового устройства. Если раньше мир опирался на государство, то глобальные корпорации, отстраиваясь, обособляясь от своих государств, сформировали то, что товарищ Атали первым назвал глобальными кочевниками. По сути дела, это глобальный управляющий класс, который объединяет представителей глобальных корпораций, топ-менеджмент глобальных корпораций, ключевых чиновников и ключевых политиков развитых обществ, ну и немножко деятелей науки, совсем немножко деятелей культуры. Это действительно принципиально новый управляющий класс, принципиально новый правящий класс, который меняет всю картину мира, потому что он несет ни перед кем ответственностью. У него нет страны базирования, у него нет страны, перед которой он отвечает. Соответственно, весь мир, не только какие-нибудь там третистепенные отсталые страны, но и даже Соединенные Штаты Америки попали, по сути дела, под внешнее управление, которое отличается а. принципиальной безответственностью, и б. принципиальным нежеланием вникать в специфику тех или иных регионов, потому что зачем туда вникать, когда мы все равно перед ними не отвечаем, зачем напрягаться. Мы это прошли на себе в 90-е годы, но на самом деле в этом положении находится весь мир. Этот глобальный класс не един, он состоит из нескольких группировок, находящихся в очень сложных отношениях друг с другом, никакого мирового правительства не существует, это сказки для старших. Но если раньше мы говорили о том, что вот существует какой-то там на языке агиток американский империализм и так далее, то сейчас существует глобальный управляющий класс, который враждебно противостоит любой обособленности, и культурной, и национальной, и тем более государственной. И главное противоречие современного развития, это противоречие между старыми национальными государствами, организованными по-старому, и этим глобальным управляющим классом. И это один из главных элементов современного кризиса демократии, о котором можно говорить подробнее, если вам это интересно, потому что, собственно говоря, факт внешнего управления, он уничтожает местную демократию. Ведь демократия отдает власть наиболее влиятельной структуре. Однако, если эта наиболее влиятельная структура по каким-то причинам оказывается внешней, демократия теряет свой смысл полностью. Этот процесс начался в тот момент, в середине 90-х, когда глобальные корпорации, принудив свои государства к заведомо нерациональному действию, сказали, что за это безумие ответственность нести не хотим. Мы готовы получать выгоды от него, но вот ответственность пусть остается на политику. Стимулирование сбыта кредитованием неразвитого мира, естественно, не могло продолжаться долго. Потому что, когда вы даете кредит кому-то, кто не платежеспособен, это напоминает потребительский кредит безработному. Он купит телевизор, он купит холодильник, потом пылесос, потом чайник, а потом он по-честному придет и скажет, что мы теперь будем делать. Дайте мне, пожалуйста, работу. В 1997-1999 годах в результате произошелся кризис долгов неразвитых стран, который мы по непонятным для меня причинам политкорректно именуем азиатским фондовым кризисом. Хотя он был не азиатский, он охватил все неразвитые страны мира, кроме Восточной Европы и некоторых других мест. Еще кроме Чили и Малайзии, где был просто введен запрет на вывоз капиталов в тех или иных формах. Это очень забавно, между прочим, что самая авторитарная из неразвитых стран Малайзии по экономическому устройству и самая либеральная из неразвитых стран, опять-таки по экономическому устройству Чили, нашли одинаковый выход. Из тех стран, которым некому было прислониться и присосаться, как там Гонконг были в Восточной Европе, только они избежали разрушительной девальвации. Это замечательно. Ну и кризис был все-таки не фондовым, а финансовым. Кризис, который охватил весь мир. Но когда в 1999 году кризис, в общем-то, закончился, все прошли через разрушительные девальвации, все сдали активы своим развитым странам, кризис пришел в Соединенные Штаты Америки. Весна 2000 года, апрель 2000 года, это то, что мы корректно называем болезненной коррекцией американского фондового рынка, коррекция на четверть, когда рухнула новая экономика, когда Насдак превратился в чисто спекулятивную площадку ни во что больше, когда Сорос произнес свою классическую фразу, последнюю из своих классических фраз, музыка кончилась, они все еще танцуют. И в 2001 году после этого Соединенные Штаты Америки влетели в полноценную рецессию. Здесь нужно понимать, что существуют непереводимые игры слов на всех языках, не только на русскую. Рецессия – это отсутствие экономического спроса в течение шести месяцев подряд. В 2001 году, как показали уточнения статистики, осуществленные задним числом, экономического роста не было в течение пяти месяцев подряд, поэтому было признано, что это не рецессия. Но в то время, когда это происходило, и поведение бизнеса, и поведение государства, и поведение аналитиков, в общем, было очень характерно для рецессии. То есть, кризис нехватки спроса. Попытались компенсировать кредитованием потребителя, заведомо не рыночные меры, потому что потребителю нечего производить. Это погрузило всех в долги. Сначала был кризис долгов в неразвитом мире, когда с ним более-менее разобрались, кризис пришел в развитые страны. Американцы недаром самая эффективная страна мира, самая передовая страна мира в социальном отношении. Они вытащили и себя, и мировую экономику, стержнем которой они тогда являлись, изначинавшейся уже не рецессии, а депрессии, при помощи реализации двух великолепных ключевых стратегий. Замечательно. Первое. Это экспорт нестабильности. Грубо говоря, у меня есть какой-нибудь конкурент, и я хочу, чтобы его у меня больше не было. Напрямую вредить ему я не могу, потому что он вполне серьезный, вполне солидный, но тоже понимает, что с ним делают. Поэтому я подрываю его периферию. С одной стороны, я ослабляю конкурента тем самым. С другой стороны, я вынуждаю его капитал и интеллект. А самое главное, капитал и интеллект неразвитых стран, которые до начала этого кризиса хотели бежать к моему конкуренту, переориентироваться на меня, переориентироваться на тихую гавань в Соединенных Штатах Америки. Но самое главное открытие, которое было сделано, потому что это применялось все до этого, но то, что было сделано в начале 2000-х годов, что не нужно обязательно подрывать периферию противника. Не нужно искать в Европе, которая тогда была главным конкурентом, Вторую Югославию. Можно устроить дестабилизацию в любом месте, потому что эта дестабилизация, во-первых, повышает нестабильность мира, повышает панику, а США все-таки тихая гавань. А самое главное, рост нестабильности оправдывает рост военных расходов в самих Соединенных Штатах Америки, которые вместо рынка стимулируют как экономику, так и технологии. Это то самое военное кенсианство, которым баловался еще товарищ Рейбин. Он по-честному боролся с дефицитом государственного бюджета, но он боролся с ним только в социальной сфере. А бюджет волшебным образом рос, потому что в сфере военных технологий навыкнулось военное кенсианство в чистом виде. Эта технология была реализована в 90-е годы, реализовывалась в Югославии, особенно в 99-м году, наиболее четко, как она была направлена против еврозоны. В 2001 году она была реализована, как минимум, в Афганистане, но в 2003 году в Ираке она себя полностью исчерпала. На самом деле это великий парадокс. Это какой-то принцип дополнительности, аналогичный физике для государственной стратегии. В физике принцип дополнительности, если я правильно его называю, звучит так, что наблюдатель влияет на процесс. Просто наблюдая процесс на уровне микромира, я его искажаю определенным образом, и я не знаю, как он происходил бы без меня. Очень похожая вещь в сфере государственной стратегии. Как только какая-нибудь стратегия применяется полностью осознанно, она перестает работать. Нападение Соединенных Штатов и их партнеров на Иран, извините, на Ирак в 2003 году, это была полностью осознанная мера, это был инструмент поддержания американской экономики при помощи экспорта нестабильности. Это не сработало, потому что вместо экспорта нестабильности получился экспорт-хаус. Они увязли в Ираке, это очень болезненно. Они увязли в Афганистане, потому что происходил кризис управления, кризис управления – это особенность современного технологического этапа развития человечества, связан с тем, что системы управления применяют информационные технологии, к которым они в принципе не приспособлены, это свойственно для всех. В Афганистане замечательно решили первый этап ликвидации талибов. Всем раздали деньги. После чего выяснилось, что раздавать деньги все время нельзя, потому что денег мало, и ради чего раздавать, когда победа уже достигнута. Афганцы хотят еще. А если им не давать деньги регулярно, то они на это не согласны. У меня был замечательный эпизод, когда я на троих оказался с двумя афганцами. Один, как я понимаю, был представитель Талибана, молодой, лет 25, а другой, точно такой же, до 25 лет, оказался представитель, переводчик у американцев. То, что они были по-разному одеты и по-разному говорили по-английски – это детали. У них не было вообще никакой точки соприкосновения в ментальном плане. Но я отвлекся, извините. Так, в итоге, как только американцы осознанно применили стратегию экспорта нестабильности в Ираке, полностью, логично, выверенно, высчитано, выяснилось, что она больше не работает. Потому что после Ирака дестабилизировать оказалось уже, во-первых, нечего, а во-вторых, нечем, потому что военные ресурсы оказались очень ограничены. И весь, с 2005 года, в течение минимум двух лет, американские войска находились на низком старте, будучи готовы нанести удар по Ирану. Они так этого и не сделали, потому что они испугались. Они были готовы дестабилизировать Пакистан, сделали довольно большие шаги в этом направлении, но они опять-таки испугались, потому что дестабилизировать страну с ядерным оружием или с решимостью применить грязно-радиоактивное оружие, это уже чревато и это уже слишком опасно. Таким образом, первая стратегия, которую вытащила американца в начале 2000-х годов из кризиса экспортной стабильности, она на сегодняшний день больше не работает. А вторая стратегия поддержки экономики США это та самая накачка рынков безвозвратных ипотечных кредитов, о которых мы так любим говорить. Да, рынок качественно новый. Все правильно. Раньше таких рынков не было. Поэтому государственное регулирование было неэффективным. Детский вопрос. А почему же вы это госрегулирование не стали вводить с избыточным запасом прочности, с избыточным запасом жесткости, чтобы обеспечить безопасность? Ответов два. Во-первых, предоставление ипотечных кредитов, сначала рискованных, потом высоко рискованных, а где-то, наверное, с 2006 года откровенно безвозвратных был способ социальной поддержки разрушающегося среднего класса Соединенных Штатов Америки. А, с другой стороны, предоставление этих кредитов, это главное, было способом стимулирования спроса внутри самих Соединенных Штатов Америки. Это было два локомотива, которые вытаскивали американскую экономику. Созданный финансовый пузырь в результате ипотечного кредитования начал ползти по швам еще летом 2006 года. Но многоуровневая и гибкость финансовой инфраструктуры США привели не к мгновенному краху, но к длительной агонии, которая перешла в открытую форму только в сентябре 2008 года. Это поразительная вещь. Наверное, один из самых драматических примеров деградации управляющей системы – это США первого десятилетия до 21 века. В 2001 году, 11 сентября, позволяет нам говорить о том, что управляющая система мыслила на поколение вперед еще. На поколение вперед. 2006 год, лето 2006 года, видно, что надутый пузырь ипотечного кредитования, безнадежного на самом деле уже на тот момент, дает сбои. И какие задачи решает управляющая система Соединенных Штатов Америки? Как бы дотянуть прокол этого пузыря до периода после президентских выборов 2008 года? И даже эту задачу им решить не удается. Это еще одна закономерность человеческого развития. Дело в том, что маленькие задачи, не только мы с вами русские, носители русской культуры, но и люди в целом решают очень плохо. Если вы хотите сделать дело хорошо, нужно ставить сверхзадачу. Сверхзадачу мы решаем хорошо. Локальные, мелкие задачи мы решать не умеем, и нам это неинтересно. И как американцы на два месяца не можем перетащить переход к рейсу в открытую фазу. Они зарылись в землю в сентябре 2008 года. Но самое главное, что в результате обе стратегии поддержки мировой экономики, которые позволили временно заморозить глобальный кризис перепроизводства, к 2008 году полностью исчерпали свой ресурс. Сегодня развитые страны пытаются уже не повысить свою конкурентоспособность. Если посмотреть даже на риторику, они пытаются просто запихнуть мир обратно в уходящие навсегда 92-х тысячные годы, когда под видом разговоров о глобализации сложился, по сути дела, новый колониализм. В отличие от многих, я, к слову, колониализм отношусь очень тепло. Достаточно посмотреть на чудесную континент Африку. В Африке золотой век, о чем говорят сами африканцы, это 50-60-е годы. Такой полдень колониальной системы, когда все работает, прав у негров нет никаких, но они тоже живут. А если сравнить, скажем, Зимбабве 50-60-х годов и Зимбабве сегодняшнего дня, остается только плакать. И в большинстве африканских стран то же самое. Поэтому я к колониализму отношусь тепло. Попытку создать колониализм во всем мире плоха не потому, что это несправедливо, негуманно и так далее, а потому что мы этот этап уже прошли, он уже развалился, его больше нет. При этом Соединенные Штаты, да и все развитые страны находятся в стратегическом тупике. Они бы очень хотели починить мировую финансовую систему. Но вот беда, они главный выгодоприобретатель этой финансовой системы. Для любого западного политика, особенно руководителя Соединенных Штатов Америки, любое изменение глобальной финансовой системы – это нанесение конкретного убытка, конкретного ущерба не просто бизнесу, а своей собственной стране. Когда он вернется домой, его разорвут с этой конференцией и правильно сделают. Поэтому осознанное, осмысленное изменение глобальной финансовой архитектуры невозможно. Клиническим анекдотом является Большая Двадцатка. Большая Двадцатка – это сообщество стран, должников и кредиторов, возникших в 1999 году по итогам кризиса долгов неразвитого мира, который объединил должников и кредиторов в единый клуб для регулирования отношений. Через 10 лет о нем вспомнили и на скорую руку попытались собрать эту структуру для решения качественно иных задач. Понятно, что эта структура не могла решить эти задачи, так и теоретически. Но с какой искренностью совершались попытки решения этих задач, в общем-то, свидетельствуют о деградации системы образования в современных развитых странах. Неспособность осмысленного изменения глобальной финансовой архитектуры делает глобальное развитие стихийным и, соответственно, сопровождающимся неоправданными диспропорциями и разрушениями. Это кладет конец американскому интеллектуальному лидерству, ибо первенство интеллекта, безусловно, американское, оказывается, обесценена абсолютно тупиковая система интересов. Мы уже в Америке видим диссидентов, как в каком-то Советском Союзе, это нонсенс. Эта невозможность выталкивает на ванцины мирового развития новых ключевых участников. Не только Евросоюз, потому что в Евросоюзе с интеллектом, к сожалению, все достаточно скверно. Но и Китай, кладя тем самым, в общем-то, конец пакса «Американ». Я совершенно не преувеличиваю интеллектуальные способности Китая. Им еще только предстоит пройти переход от копирования к придумыванию чего-то собственного. Может быть, этот переход у них не удастся. Это, на самом деле, один из ключевых развилок развития человечества. Но, по крайней мере, они очень стараются и делают все, чтобы себя, как Мюнхгаузен, вытащить за волосы из болота. На сегодняшний день возникает ощущение, что интеграция человечества вновь, как в начале XX века, превысила возможности его управляющих систем. И теперь человечество вынуждено уменьшить ее глубину, восстанавливая управляемость за счет примитивизации процессов своего развития. На практике это оборачивается переходом от глобализации к регионализации. То есть ускорением формирования макрорегионов, которые ведут между собой достаточно жесткую и всеобъемлющую конкуренцию. Это тот самый многополярный мир. Я все понимаю. Я понимаю, что никому не нравится доминирование Соединенных Штатов Америки. Я просто не могу понять, почему такой интеллигентный человек, как Евгений Максимович Примаков, так мечтал о многополярном мире. Многополярный мир – это хаос. Это примерно то, что было между двумя мировыми войнами. Это война всех со всеми без каких бы то ни было правил и без каких бы то ни было представлений о морали. Поэтому разговоры об аморальности Пакта Молотова-Риббентропа так же нелепы, как разговоры об аморальности Мюнхенских соглашений. Тогда не было понятия морали теоретически в международных отношениях. Тогда была действительно открытая война всех против всех. И если бы Гитлер чуть-чуть терпимее относился бы к евреям, то миссия Геслах вполне возможно увенчалась бы успехом. И так далее. Таких развилок было много. Но можно предположить, что будут укропненные макрорегионы – это США и Большой Китай. И в политике так или иначе постепенно восстановится биполярная система, то, о чем пишет прекрасный Ханна, что США и Китай противостоят друг другу. И есть Евросоюз, Япония, Индия. Если у нас будет очень вменяемое руководство, то может быть и Россия в качестве совокупного балансира, который не позволит этому противостоянию приобретать слишком разрушительный для мира характер. А всех остальных в политике нет. Даже чисто теоретически. Опять-таки, здесь много вопросов, но люди, которые говорят, что между США и Китаем не может быть жесткого соперничества, потому что они взаимозависимы экономически, точно цитируют того замечательного исследователя, который в июле 1914 года выпустил книжку «Почему невозможна мировая война», где объяснял, что Великобритания и Германия не могут воевать друг с другом, потому что у них очень интенсивная торговля. Все мы устроены одинаково, что имеем, не храним, потерявшим, плачем. Перспектива маленького выигрыша в будущем перевешивает огромное все, что мы имеем, и мы готовы рисковать всем, чем мы имеем, ради маленького выигрыша в будущем. Так начинаются войны, так начинаются сваливания в ситуации биполярных противостояний. В валютной сфере, вероятно, у нас будет валютная зона доллара, валютная зона евро, несмотря на его нынешние неприятности. Валютная зона юаня, безусловно, и они будут конкурировать друг с другом. Очень забавно происходит установление валютной зоны юаня. Китайцы не скородумы, они очень боятся бежать впереди паровоза. Но в начале 2009 года у них просто вульгарно упала положительная сальда внешней торговли. И кредитовать своих партнеров из Юго-Восточной Азии в долларах, как они привыкли по торговым сделкам, они просто не смогли. У них не было текущих свободных средств. И они стали кредитовать их в юанях. И выяснилось, что все просто счастливы. Вот так это случилось. У китайцев были, конечно, мысли о том, что неплохо бы и хорошо бы. Но проработанных планов не было. Это оказалось, так сказать, стихийное поползновение. Но фундаментальная проблема современного развития – это не эгоизм США, не нехватка ликвидности, не кризис плохих долгов, который как-то разруливается. Да, и даже не исчезновение частной собственности. Дорогие коллеги, это еще одна очень замечательная, очень веселая история. Я не понимаю, почему они не говорят. Все дружно рыдают над тем, что акционеры утратили контроль над топ-менеджерами. Что топ-менеджеры творят все, что угодно. И можно уволить конкретного топ-менеджера, но лишь для того, чтобы взять другого, который будет таким же и еще хуже. История с бонусами, вечная история, когда вводится закон о том, что нельзя выдавать бонусы за счет государственной помощи, потому что это неэтичные, видите ли, и так далее, и так далее. Это маленький кусочек. Все по этому поводу рыдают, и никто не говорит словами, что это значит. Между тем, если я собственник, не могу управлять своей собственностью, потому что мой топ-менеджер мне не подчиняется и делает со мной, что он хочет, это означает, что я не имею частной собственности. Потому что институт частной собственности превратился во что-то другое, во что-то непонятное. Но он в крупных корпорациях умер, и его уничтожил не заросший бородой маис с автоматом калашников в каких-то джунглях, а его в полном соответствии с законом отрицания-отрицания уничтожил, самое что ни на есть, акула рыночных отношений, топ-менеджер, который при слове марксизм становится так же плохо, как если бы он в своей тарелке обнаружил таракан. Вот все это не главное. Главная проблема – это отсутствие источника роста американской экономики, а с ним и всей мировой экономики. И мы должны понимать, что даже оздоровление финансов США, даже оздоровление непонятно каким образом экономики Южной Европы не смягчит кризис перепроизводства продукции глобальных монополий и не создаст новый экономический двигатель внутри разрушившихся экономических двигателей. Это значит, что из сегодняшнего кризиса мировая экономика выходит не в восстановлению, но в длительную, тяжелую, достаточно неприятную депрессию. Первая причина кризиса перепроизводства – это глобальное загнивание глобальных же монополий. Их монополизм усугубляется изменением характера самого технологического прогресса, потому что у нас начали появляться технологии, использование которых исключает возможности конкуренции с их разработчиками. Ну, самая простая – это мобильный телефон, у которого 23 полицейских функции. Я их всех наизусть не знаю, просто знаю, что их 23. Если вы по мобильному телефону начнете с кем-то обсуждать вопрос о том, как бы вам поконкурировать с разработчиком этого мобильного телефона, или, не дай бог, с вашим провайдером, скорее всего у вас ничего не получится. Потому что провайдер об этом узнает раньше, чем вы успеете договориться. Таких технологий, на самом деле, достаточно много. Они разные. И это изменение рынка. Вообще говоря, развитие усложнения технологий ведет к тому, что деньги теряют значение. Символом успеха и инструментов его достижения все меньше становятся легко отчуждаемые деньги, и все больше эту роль выполняют технологии, которые сливаются со своим разработчиком и со своим пользователем, которые все менее отчуждаемы от них. Причем, значимость технологий не производственных, а социальных, связанных с управлением и особенно с формированием сознания, она возрастает неуклонно. Я думаю, что отход от доминирования рыночных отношений будет связан с тем, что сейчас мир стоит на очень неприятной развилке. Сверхпроизводительные современные технологии делают средний класс ненужным. Индустриальные технологии были прекрасны тем, что они были относительно малоэффективны. И каждый человек, без исключения, практически каждый, представлял собой огромную ценность с точки зрения извлечения прибыли. Его нужно было отловить, обучить, поставить к станку, чтобы он давал прибыль, и чтобы при этом он еще и был доволен. Вот вклад нашей советской цивилизации в мировое развитие, это то, что он при этом должен быть еще и доволен, о чем сделать революцию. Отсюда выросло общество всеобщего потребления, отсюда вырос средний класс, отсюда вырос, извиняюсь, изображение дизайн, как способ потребления не материального блага, а ощущений, связанных с этим материальным благом и так далее. Что мы получили? Постиндустриальные технологии, даже на первом этапе своем, на этапе информационных технологий, они сверхпроизводительны. Даже если мы на простой станок навешиваем современные информационные технологии, производительность резко повышается, и люди становятся лишними. И средний класс оказывается сборищем людей, которые просто потребляют и мало что производят. И с коммерческой точки зрения, этот средний класс оказывается столь же убыточен, что и население России в рамках парадигмы экспорта сырья. И мы видим начало ликвидации среднего класса не только в Латинской Америке, Восточной Европе и других замечательных странах, но и в Евросоюзе, не говоря уже Соединенных Штатов Америки. Это очень сложная проблема, потому что если мы социально утилизируем средний класс, то есть людей, которые просто потребляют и мало что производят. Мы, во-первых, разрушаем рыночную экономику, потому что совершенно непонятно, кто будет генерировать спрос. И, во-вторых, мы разрушаем демократию, потому что совершенно неясно от имени кого и во имя кого будет осуществляться власть. И общество, которое будет создано в результате социальной утилизации среднего класса, оно будет не только архаичным, оно будет еще и принципиально вне рыночным. Сохранение коммерческой парадигмы, ради которой целью развития является поручение прибыли, обрекает человечество, грубо говоря, на людоедство, архаизацию и выпадение из относительно цивилизованных рыночных отношений в прошлое. К сожалению, альтернатива абсолютно неопределена, потому что можно, конечно, говорить о социальном прогрессе, связанном с развитием радиосовершенствования личности и так далее. Во-первых, здесь нет эффективности индивидуальной мотивации, сравнимой с мотивом прибыли. Во-вторых, единственное общество, единственная цивилизация, которая по этому пути пошла и прошла довольно далеко, это Советский Союз, но он потерпел поражение, соответственно, этот опыт никого не вдохновляет. И что делать, не очень понятно. Я думаю, что выход, как обычно, будет найден стихийно, достаточно разрушительно, немножко утешает то, что, по крайней мере, несколько ключевых стратегических решений, принятых в последнее время, являются принципиально внерыночными, даже антирыночными, некоммерческими. Какие это решения? Значит, середина 2000-х годов Евросоюз принимает решение о ударном развитии альтернативной энергетики. Дорогие коллеги, вся альтернативная энергетика, за исключением отдельных исключений, датируется государством. Понятно, что это лоббизм, это стимулирование, очень европейское стимулирование иждивенчества, социализм в худшей форме и так далее, но, с другой стороны, это поиск новой идеологии взамен советской военной угрозы и так далее. Это все понятно. Но это принципиальное, нерыночное, стратегическое решение, которое будет проводиться железной рукой, несмотря на все ограничения. Как бывает со стратегическими нерыночными решениями, оно выполнено, конечно, не будет. К 2020 году 20% энергетики на альтернативных источниках в Европе производиться не будет, денег не хватит на их датирование, но значительная часть будет, значительный рост по сравнению с нынешними 12-ю будет. Второе. Китай. Китайцы вдруг обнаружили в начале 2000-х годов, что при развитии прежними темпами им не хватит воды, почвы и только в третью очередь энергии. Первое, что они сделали, попытались затормозить экономическое развитие. У них это не получилось. И где-то в 2007 году они приняли стратегическое решение, что после завершения Олимпиады они осуществляют технологический рывок и будут принудительно внедрять самые современные технологии. Среди задач, которые они себе поставили, это самообеспечение продовольствия. Технологии они внедряют. Трагедия в том, что при их структуре цены технологии 60-х годов вполне себе рентабельны. И их замена современными технологиями – это баловство, которое, в общем-то, экономически, коммерчески необоснованно. Это тоже стратегическое решение, которое имеет никакого отношения к рынку, которое прямо отрицает рынок. Ну и третье, чтобы вас немножко повеселить, это Прибалтика. Страны, которые, и в целом Восточная Европа, это страны, которые теснейшим образом связаны с постсоветским пространством, экономики которых может существовать только производя для рынка постсоветского пространства, больше для них рынков нету. И они совершенно осознанно приняли решение об уничтожении своих производств. Это выбор цивилизационный. Это выбор создания собственной идентичности. В Прибалтике создание собственных народов. Ну, аналогичный пример только на Северном Кавказе делается. То, что происходит в Прибалтике. С разницей, естественно, на национальный темперамент и на религию. Вот. И это антирыночный выбор. Это выбор, связанный с уничтожением, ну, по крайней мере, с деградацией собственной экономики, с падением уровней жизни. Но это выбор абсолютно осознанно, это выбор идентичности. Вот мы видим большое количество случаев, когда выбор делается нервничным, с самыми развитыми обществами. С самыми рациональными обществами. Потому что европейцы и китайцы люди по-своему исключительно рациональны. Непосредственно же загнивание глобальных монополий, скорее всего, будет преодолеваться так же, как загнивание монополий обычных, сменой технологического базиса. В ходе которого новые, более производительные технологии сломают старые социальные отношения и, в частности, преодолеют монополизм. Глобальные монополии ощущают это, всеми силами стремятся затормозить, способные подорвать их доминирование технологический прогресс. Но их усилия практически незаметны, потому что технологический прогресс тормозится сам, по объективным причинам, в силу того, что технологический процесс прогресса тоже дело некоммерческое. Изобретение принципиально новых технологических принципов и, если угодно, их открытие. Да и фундаментальная наука, которая этому предшествует, это принципиально некоммерческие виды деятельности, потому что вы, ну, представьте себе, что вы инвестируете деньги. Вот вы свои кровные деньги даете кому-то, кто не может вам объяснить, зачем ему эти деньги, что он с ними будет делать. Потому что ученый не может объяснить нормальному человеку, чем он занимается. Нормальный ученый. Там достаточно сложный процесс. Но вы понимаете, что поскольку ученый честный человек, он вам прямо говорит, что, дорогой друг, вы результатов можете не получить никаких. Это первое. Вам никаких результатов никто никогда не гарантирует. Второе. Если вы их получите, то неизвестно когда. Третье. Если вы их все-таки получите, то неизвестно, какими будут эти результаты. И что с ними потом можно будет сделать. Понятно, что на таких условиях инвестировать не будет никто. Технологический прогресс, поэтому, на своем главном ключевом этапе, открытие новых технологических принципов, это принципиально не рыночное занятие. Современное человечество занималось нерыночным занятием только под страхом смерти в войне. Когда военная угроза с холодной войной закончилась, мы видим, что закончилось и создание новых технологических принципов. Все, что мы видим, все эти замечательные устройства, которыми мы пользуемся, это коммерциализация технологических принципов, открытых в годы холодной войны. Также квантовый компьютер, который еще не разработан, о котором мы только мечтаем, это тоже разработка, начавшаяся во время холодной войны и продолжающаяся по инерции. То есть технологический прогресс тормозится сам по себе. Есть еще две крайних неприятных вещи для технического прогресса. Первое, это то, что основное занятие современного человечества изменило вектор своего развития с начала глобализации. Это раньше мы меняли окружающий мир. Теперь технологии созданы такие, что самым выгодным из общедоступных видов бизнеса является формирование сознания. Это значит, что это стало наиболее массовым видом бизнеса. То есть 25 лет назад, поколение назад, человечество занималось тем, что преобразовывало окружающий мир. Сегодня оно занимается тем, что преобразовывает собственное сознание в очень большую степень. Соответственно, когда инструмент познания становится главным объектом хаотического воздействия, мир, прости господи, становится существенно менее познаваемым. А падение познаваемости мира ведет к обесценению науки, образования и знания как таковых. Знание теряет социальную значимость. Это варваризация, это архаизация и так далее, в том числе торможение технологического прогресса. Дальше, крайне неприятная вещь, это развитие компьютеров. Понимаете, сейчас компьютер при помощи интернета всего лишь сделал нас равными по доступу к недостоверной информации, к интернету. Но через некоторое время логические операции, а компьютер это воплощенная формализованная логика, будут доведены до такой же простоты, как и калькулятор. Вот поднимите, пожалуйста, руку, а кто может поделить в этом зале в столбик восьмизначное число на шестизначное? Раз, два, три, четыре. В столбик, в столбик, в столбик. Ну понятно, но это мгимо, понятно. Вот, на самом деле, арифметика это сложная наука, и было время, когда люди конкурировали друг с другом по способности к арифметике. Не надо смеяться, это было совсем недавно. В 1995 году в Малайзии был издан закон, который запрещал людям заниматься предпринимательством до сдачи экзамена. Экзамен на пользование калькулятором. Потому что выяснилось, что пришлые нехорошие всякие там торговцы обманывают белых малайзийцев, пользуясь тем, что они не умеют пользоваться калькулятором. Так что эти времена были совсем недавно. Но калькулятор сделал нас равными по доступу к арифметике. Точно так же через некоторое время компьютер сделает нас равными по доступу к формальной логике. Это значит, что формальная логика станет такой же ненужной, какой ненужной является и сейчас арифметика. Не нужно это сделать, когда можно нажать три кнопки и получить результат. Мы уже ездим по горну с навигаторами. И нас спасает от полной утраты пространственного мышления только то, что эти навигаторы сделаны в Китае. И соответственно, если он стоит дешевле 7 тысяч рублей, он может вас завезти куда угодно. Но когда мы будем равны по доступу к логике, человеческая активность, в частности человеческая конкуренция, будет вытеснена в неологические формы. Естественно, первое, что приходит в голову, это будет творческое сознание о какой счастье. Каждый про себя думает, что он самый творческий человек в этой аудитории, и поэтому сделает карьеру быстрее всех, лучше всех, и красивее всех. Но, во-первых, никто не умеет управлять творческими людьми. Никто. Потому что оборотная сторона способностей к творчеству – это очень мягко выражаясь психической неустойчивостью. А гораздо более серьезной вещью является то, что человечество до сих пор не научилось воспитывать творческие способности. И большинство людей не умеют пользоваться своими творческими способностями. Им это не надо. Соответственно, если человек, не умеющий пользоваться своими творческими способностями, окажется в ситуации, когда формальная логика не нужна, он будет пользоваться не творческим типом мышления, он будет пользоваться мистическим типом мышления. И нам не нужно искать примера в нашей стране, потому что господин Обама – это классический пример мистического политика. Ребята, я не знаю, как, но все получится. Это большое счастье для нас всех, что он такой милый, приятный, потому что прошлый мистический лидер был Гитлер. Но распространение мистического типа сознания, в общем-то, тоже не способствует технологическому прогрессу. И мы сейчас, на самом деле, находимся на некоторой развилке, потому что если архаизация сознания будет продолжаться, если технический прогресс будет сдерживаться, то следующим этапом будет разрушение сложных технологических систем, накопленных предыдущими поколениями, в общем-то, с негативными последствиями для человечества. Классический пример – новоорлеанская дамба. Там лет 10 все кричали, что ее смоют. Но ее и смыл. Потому что система управления перестает воспринимать профессиональный разговор. Я не буду приводить пример из российского Росатома. Чтобы вас не пугать. Но у нас, в общем-то, тоже очень близко к этому. Но, тем не менее, я оптимист. Я схожу из-за того, что радикальное упрощение и удешевление господствующих технологий неизбежно, потому что масштабное торможение технологического прогресса невозможно. Поэтому, скорее всего, мы выйдем из тупика глобального монополизма. Просто последствия социального и технологического рывка всегда крайне неприятны. Просто историю пишут победители, историю пишут те, кто выжили. Поэтому история человечества в целом очень оптимистична. А я в профессии археолог, и я смотрю с другой стороны, я смотрю с точки зрения цивилизации, которые умерли. Потому что, когда цивилизация жива, ее нельзя раскапывать. Там везде города сверху копать невозможно. Если цивилизация умерла, ее можно исследовать. Да, археолог — это такой общественный патологоанатом. Вот я могу сказать, что каждый технологический качественный рывок сопровождался чудовищными, негативными социальными последствиями для самых разных обществ. При этом социальные последствия технологического взрыва, которым человечество будет преодолевать загнивание глобальных монополий, будут усугублены изменением взаимодействия человечества с природой, которое сегодня выражается в увеличении общей системных рисков. Ну, классический пример — американская ипотека. Что там произошло? Мы очень любим ругать алчность проклятых американских спекулянтов. Но мы в этом не участвуем, мы на этом деньги не зарабатываем, поэтому нам остается только ругаться. Но между тем, все эти безумные деривативы, все эти системы перепаковки долгов, перепаковки рисков, когда вполне приличные люди с высшим образованием, в костюмах, в галстуках, которые два раза в день чистят зубы, через год после начала кризиса, а мы еще не знаем, каковы риски нашего банка, потому что мы не знаем, что находится внутри тех финансовых инструментов, которые мы купили. Для нормального человека это ощущение полной шизофрении. Но между тем, все эти чрезмерно усложненные финансовые инструменты предследовали задачи не спекуляции. Спекуляция — это был мелкий побочный дешефт, дополнительное удовольствие. Это были инструменты минимизации рисков инвесторов. И на этом пути американцы добились выдающихся достижений. На этот счет проводилось несколько исследований, и они все показали примерно одно и то же, что до начала этого системного кризиса, то есть до лета 2006 года, да, собственно, и летом 2006 года тоже еще, риски инвестора, покупающего первоклассную американскую корпоративную облигацию, были на порядок ниже, чем риски корпорации, которые эту облигацию выпустили. То есть индивидуальные риски были снижены до минимума. И американская цивилизация на полном ходу, ну и западная в целом, влетела в так называемый закон сохранения рисков. Он не имеет логического объяснения, это интуитивная вещь, что в большой системе минимизация индивидуальных рисков приводит к увеличению рисков общей системы. То есть риск никуда не издевается. Он размазан просто по-разному, по разным уровням системы. И если вы сводите индивидуальные риски, делаете их близкими к нулю, то вы возгоняете общесистемные риски до такого уровня, что они становятся неприемлемыми, и система разваливается. Это произошло на американском рынке ипотечных кредитов. Давайте посмотрим по сторонам. Это происходит в целом ряде случаев. Западная цивилизация защищает своих индивидуумов, своих представителей от угрозы насилия. Выросло поколение людей, которые в принципе не способны себя защитить. На уровне государственного управления они не способны защищать свое общество, потому что это не политкорректно. Точка. Мы все боремся за продление человеческой жизни. Это гуманно и это правильно. Мы не можем этого не делать, потому что мы люди. В результате огромное количество людей, которые 50 лет назад не доживало до 10 лет, сегодня живут долго, счастливо, дают потомство, и генофонд человечества чудовищным образом портятся. К чему это приведет, неизвестно. Это нарастание общесистемных рисков в разных сферах. Природа каким-то образом переформатирует отношения с человечеством. Чем это кончится, не очень понятно. Сейчас существует две основных развилки. Три основных развилки. Развилка тактическая. Сможет, смогут китайцы начать придумывать принципиально новые вещи или не останутся на уровне копиистов. Это тактическая развилка. Второе. Пойдет ли человечество по пути прогресса? Продолжится ли технологический прогресс? Возобновится ли он заново? Или нас ждет новый этап археизации и новый этап погружения в некоторое новое варварство? Ну и третье. Будем ли мы развиваться в рамках коммерческой парадигмы ради прибыли и, соответственно, заниматься утилизацией среднего класса? Я лично буду при этом испытывать большое злорадство, потому что то, что произошло с нами, произойдет и с европейцами. Не говоря уже про американцев, с ними это уже происходит. Или изменится парадигма человеческого развития, и она станет нерыночной и технологии объемлют с собой рынок, так же, как, условно говоря, деньги в свое время вобрали в себя золото. Это все вопросы открыты, на них нет ответа. Можно фантазировать сколько угодно, но информации для того, чтобы сколь-нибудь объективно, достоверно, корректно сказать, что будет вот так, нет. Все это вопросы открыты. Но мы можем выдохнуть облегченно, потому что в отношении нашей с вами страны неопределенности нет. У нас все очень просто, очень понятно и очень гуманистично. Я уже приношу извинения, что я перебрал время, но я коротко. Мы находимся в очень простой ситуации. Почему не написано ни одной вменяемой истории нашей с вами страны? Потому что Россия удивительная страна, жизнь в которой порвану определяется внешним и внутренним факторами. Порвану. В какой-то момент времени может доминировать один или другой. Если мы берем жизнь, например, протяженные отрезки времени, жизнь двух любых поколений, мы видим, что внешний и внутренний фактор друг друга уравновешивают, балансируют. А поскольку история это самая идеологическая наука, которая только есть. Ну, моя любимая шутка, что в школе есть два главных предмета. Начальная военная подготовка учит, как стрелять, а история учит, в кого. Вот историки, как правило, они идеологизированы. Если человек, почвенник и патриот, для него недопустима мысль, что какие-то там просвещенные масоны или непросвещенные Микки Маусы или там татаро-монголы, какие-то безумцы влияют на развитие его страны устойчиво, постоянно, так же, как сама страна влияет на себя. Для него эта мысль недопустима, невозможна идеологически, он не может ее принять. Он ее и не принимает. И пишет историю, из которой ничего нельзя понять, ничего нельзя объяснить. С другой стороны, просвещенный западник обычно, хотя есть и просвещенные восточники, которые говорят, ну как же так? Это вот это быдло деревенское в лаптях, которое мясо звало убойный, потому что ело его по большим праздникам, которое селилось вдоль рек, потому что рыба была единственным доступным животным белком, и оно по влиянию на эту территорию равнозначенность на вельможным панам, как же такое может быть? Ну вот, поэтому и не получается. Я все рассказываю к тому, что, в общем-то, история, она не просто повторяется, она продолжается. Мы сейчас находимся ровно в той же самой ситуации. Нашу ближайшую перспективу определяют два фактора. Внешний фактор – это глобальная экономическая депрессия. Депрессия отличается от кризиса тем, что глубина экономических диспропорций, накопленных неважно как, существенно выше, чем при обычном циклическом кризисе. Это задним числом только можно определить. Помогает аспирин при болезни или нет? Если помогает, значит циклический кризис, если не помогает, значит депрессия. Глубина диспропорций намного серьезнее. Сам по себе экономический организм не выкарабкивается. Коммерческий спрос под давлением этих диспропорций начинает сжиматься, возникает дефляционная спираль. Единственный способ выживания, не просто развития, модернизации, преодоления, а выживания физического – это замещение сжимающегося коммерческого спроса рыночным спросом. То есть, выливание денег в экономику. Кто умный, при этом осуществляет модернизацию, кто не очень умный, или у кого страна уже просто отстроена, осуществляет стабилизацию, но выхода нет. Иначе будет, как у американцев, Великую депрессию, когда страна, главный выгодоприобретатель Первой мировой войны, непосредственно после 20-х годов, которые официально именовались эпохой процветания, получил полтора миллиона умерших от голода только по официальной статистике. Голод, как единственная причина, назван в качестве смерти у полутора миллионов американцев в ходе Великой депрессии. То есть, мы, как часть мира, вынуждены вливать деньги в экономику. Что экономика будет с ним делать, это другой вопрос. Вывозить на Канары, или строить дороги, или бороться с беспризорностью, это деталь. Если мы хотим жить, мы должны вливать деньги в экономику. Теперь изучаем внутренний фактор. Если мы вливаем деньги в экономику, то теоретически мы должны их контролировать. К сожалению, только теоретически, потому что действенный контроль за вливаемую экономику деньгами невозможен. Потому что, к сожалению, так устроен мир, что любой действенный контроль, хотим мы того или нет, ограничивает коррупцию. А коррупция является основным общественным отношением в нашей экономической, социально-экономической системе. И если вы ограничиваете коррупцию, то вы, как минимум, подрываете благосостояние правящего класса. Я все пытаюсь найти юристов, с которыми можно обсудить, не является ли это еще и подрывом основ государственного строя, но они как-то очень быстро разбегаются, когда начинаешь с ними дискутировать на эту тему. Но как экономист, я могу сказать, что подрыв основы благосостояния правящего класса налицо. А ни один класс не способен совершать социальное самоубийство. Отдельные люди могут там просветляться, становиться бодисатовыми и так далее, но с социальным классом такого не бывает. Соответственно, мы должны вливать деньги в экономику, а контроля за этими деньгами не будет. Это значит, что вливаемые в экономику деньги, будут приходить на валютный рынок, размывать международные резервы, потом государство будет спохватываться, прекращаясь вливать деньги в экономику. И так это будет циклично. Мы прошли первый цикл в конце 2008-го, начале 2009-го годов. Потери составили четверть триллиона долларов. Если убрать некоторые статистические маскировки, то международные резервы Российской Федерации сократились на 250 миллиардов долларов. Это деньги достаточны для того, чтобы построить нашу страну заново. На самом деле. Мы сейчас чуть более 100 миллиардов долларов из них отыграли, потому что труба есть, цены на нефть приемлемы, все относительно хорошо. Но впереди неизбежно следующий виток. Потому что непосредственной причиной будет кризис плохих долгов в банковской системе. Потому что плохие долги растут. Минфин в этом году уже заложил триллион рублей на бюджетные депозиты, то есть на помощь банковской системе через бюджет, который для этого не приспособлен. Здесь есть коррупционные компоненты, безусловно. Но здесь и очень четкое предвидение того, что придется спасать банковскую систему. На самом деле спасать-то не обязательно. Наша банковская система, думаю, что минимум наполовину состоит из банков помои, которые занимаются отмыванием денег. И кризис – самый милый предлог для того, чтобы аксессионировать к чертовой матери. И сказать, что так и было. Но примеры Козлова, пример 2004 год, некоторые другие примеры показывают, что Банк России этого делать не будет. Причина очень проста. Банки, по-моему, отмывают деньги не для каких-то международных террористов или наркоторговцев. Они отмывают деньги для нашей уважаемой бюрократии. Поэтому бороться с ними – это то самое подрыв благосостояния правящего класса. Поэтому это невозможно. Соответственно, банки будут спасать. Вторая волна кризиса будет слабенькая. Где-нибудь миллиардов 70 это нам будет стоить. А дальше это будет повторяться циклично, пока Международный резерв не закончится. Тогда возникнет системный кризис. Системный кризис – это утрата государством возможности управления наиболее значимыми сферами общественной жизни. В ходе этого произойдет стихийное оздоровление государства. То есть на смену людям, которые заработали себе замки в Швейцарии, придут люди, которые… Это будет такая революция заместителей, причем даже не министров, а начальников департаментов, которые заработали себе квартирку в Венеции, а в расцвете сил уезжать в квартирку в Венеции очень кисло. Они останутся здесь, мечтая заработать на замок в Швейцарии, а потом выяснится, что для того, чтобы остаться, нужно развивать страну. Потому что убегать уже не получится. Произойдет определенный уровень, с одной стороны, повышение пассионарности, а с другой стороны, архаизация общества. И из их страха перед повторением системного кризиса возникнет некоторая ответственность. Из ответственности родится разумная, рациональная, социально-экономическая политика, из нее родится благосостояние, и благосостояние приведет к какой-нибудь демократии. Вот так вот на брюхе по южнокорейскому пути будем выползать где-нибудь по колени. Кстати, вам придется этим. Непосредственно выползать придется, кстати, вам. Так что я вас с этим поздравляю. Но зато это будет прогресс, это будет движение наверх. Это не будет неуклонная деградация, как в прошлых 25 лет, а это будет, наоборот, движение наверх. Так что в социальном плане это будет большой оптимизм. Ну и последнее, что я хочу сказать, куда денется нынешняя элита. Вы знаете, туда же, куда делась элита царской России. Я долго не мог понять, зная своих друзей-бизнесменов, я не мог понять, почему такие же бизнесмены так бездарно все сдали в 17-м году. Вы знаете, причина... Ведь с большевиками воевали крестьяне, на самом деле. Белые армии, помимо юнгеров и прочих, они опирались на крестьян, которые не хотели продразверстки. И только когда они попадали под белых и кушали то, что им давали белые, они все-таки начинали сделать выбор в пользу большевиков. Почему же проиграл капитализм в России? Отвечаю. Потому что 70% тогдашних базовых отраслей горного дела и машиностроения принадлежало иностранному капиталу. Этот иностранный капитал, когда случился сейчас с чем? Вместо того, чтобы лечь с пулеметом в лужу перед заводом управления, просто сел в поезд и списал все убытки в бухгалтерской ведомости. И пошел заниматься бизнесом дальше. Точно так же сейчас наш правящий класс, у которого активы далеко, семьи в значительном случае далеко, ему здесь не за что воевать. И когда здесь возникнет серьезная угроза, они просто седут в самолет. Они не будут сопротивляться, так же, как их предшественники не сопротивляют в 1917 году. А в 1918 году это была уже совершенно другая история. На этой оптимистической, с моей точки зрения, ноте я позволю себе закончить и с удовольствием попытаюсь ответить на ваши вопросы. Если они будут. Спасибо большое, Михаил Динатьевич. Поскольку у нас немножко меньше остается время на вопросы, что планировалось, то давайте так плотненько. Вопросы короткие, лаконичные. Я позволю себе задать, так, для затравки, вопрос, Михаил Динатьевич. Вот вы вначале говорили об элите, которая формируется, говорили о составляющих этой элиты. То есть это корпораты Кратия, представители крупных международных корпораций, наиболее выдающиеся чиновники, немножко там представители интеллигенции и культуры. Но при этом вы сказали, что это не мировое правительство. Вот хотелось бы, чтобы вы немножко расшифровали. А почему это все-таки не мировое правительство? Понятно. Ну, понимаете, это лексический терр. Когда мы исходим, говорим, что вот мировое правительство, вот такое ощущение, что, знаете, как вот в Дворце Дожи в Венеце есть такая маленькая комнатка, где принимаются все решения. Мировое правительство должно где-то сидеть. Одно правительство сидит в том белом доме, другое правительство сидит в этом белом доме. Но, знаете, если где-то есть центр принятия решений, то с учетом глобальной конкуренции давно бы кинули термитную бомбочку, этого центра бы не было. Ну, это сеть. Ну, кстати говоря, это сеть, состоящая... антиглобалистов, как директор Института глобализации, знаете о том, что антиглобалисты раз в году собираются на тусовках Гилдербергского клуба и пытаются бросить бомбочку именно на это сборище. Вот как протокол... Ну, Валентин Юрьевич, ну, давайте просто зафиксируем без уточнения деталей, что бомбочки бросаются не так. Не, я понимаю, я образно... Не говоря уже то, что... Некое скопление людей, которые мы условно можем называть вот этой мировой линией. Я считаю, что как только где-то вешается на стены, на дверь, табличка с надписью «Самый главный», вот это «Самый главный» за пять минут до этого, из этой двери уходит. Или через пять минут после этого его оттуда выносят. Как только мы говорим... Вот как только все дружно заговорили о бельдверском клубе, для меня это признак того, что центр принятия решения оттуда ушел. Но он был, видимо. Какое-то время он был, но это было не мировое... Это был Запад в борьбе с Советским Союзом. И на самом деле, ну, можно назвать несколько... Ну, я могу назвать три точки, которые являются интеллектуальными центрами. Интеллектуальными или интеллектуалокоммерческими, или другими, но они, ни одна из них не принимает решения окончательно. Как «Большая восьмерка» работает? Они согласовывают повестку дня и общие видения. Здесь то же самое. Они согласовывают повестку дня и общие видения. Вот я думаю, что лет через пять о хорошем клубе будут говорить так же, как о бельдербергском. Но это будет означать только то, что вот та инициатива, тот драйв, который он в себя воплощает сегодня, он уже придет куда-то дальше. И на самом деле есть что? Есть Ротшильды. Вот это уже, то, что я сейчас говорю, это уже домос, это уже не наука, это уже не знание, это уже некоторые тени фантомов. Ротшильды, Рокфеллеры и китайцы. Отношения Ротшильдов и с Рокфеллерами теоретически можно проследить. их взаимодействие с китайцами, для этого нужно иметь определенный уровень интеллекта для того, чтобы поставить такую задачу. Что-то я его не наблюдаю нигде. Ни у нас, ни у других. А после того, как эта задача поставлена, ее нужно еще и решить. А как ее решить? Когда всех наших друзей товарищ Хрущев в Китае подарил Мао Цзудун в качестве рождейственского подарка. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, чем вы объясните тот факт, что в Китае, несмотря на то, что вся экономика базируется на западных инвестициях, на западных филиалах западных ТНК, тем не менее сформировалась элита, которая, в отличие от нашей, ориентируется на национальные, интересы, ориентируется на развитие страны и вообще принимает решение в общем-то пользу в Китае? Понятно. Ну, во-первых, это национальная культура, а во-вторых, приходится признать, что 4800 лет непрерывной письменной истории бьют тысячу лет прерывной письменной истории. К сожалению. Вот. Но, в первую очередь, это просто другая культура, потому что вот то, что обеспечивает их ответственность, это восприятие мира. С другой стороны, я могу сказать, что на прошлом этапе исторического развития они были в нашем сегодняшнем положении, потому что Мао Цзудун все-таки был самодур в худшем смысле этого слова, и я думаю, что предберутся как АПСС молилась на то, чтобы он пожил подольше и продолжал свой замечательный эксперимент. Вот. Но на сегодняшний день это культура, чем культура, отличающаяся очень глубоко. Помимо того, что Срединная империя на вульгарный русский переводится как пуп земли, на вульгарный, конечно, но мироощущение именно такое. Нужно еще вспомнить, что для китайской цивилизации Мао Цзудун при всех своих недостатках все-таки был гуманистом. Что там люди вырезались провинциями, и это было нормально. И то, что там творилось во времена гражданской войны, это неописуемо. И блокада Ленинграда меркнет перед той же самой блокадой Ченчуни, которую делал Мао Цзудун. Когда просто город умер полностью. Причем он был сознательным, уморен голодом. И эта гуманизация там была очень ощутима, даже по сравнению с нами, что Дэн Сеопин в Сталинском Советском Союзе был бы расстрелян дважды. С моей точки зрения. Спасибо. Так, пожалуйста. Игорь, можно вопрос задать? Вы уже упомянули про кризис глобальных монополий, про загневание глобальных монополий. про кризис управленческих систем. И, скажем, здесь такой интересный вопрос, есть такая теория, что касается мирового финансового кризиса, что, скажем, происходит такая некоторая борьба между несколькими финансовыми центрами мировыми. И, скажем, вот эти все последние события с Грецией, события, которые нам дали, скажем, в Соединенных Штатах, подтверждают факт, что просто какие-то вне профики, скажем, глобальные финансовые профики, они немножко грызутся между собой. Борьба между финансовыми центрами, безусловно, существует, просто это более низкий уровень, это уже национальный уровень и макро-региональный уровень, а не уровень противодействия глобальной управляющей системы и всем остальным. И не уровень борьбы внутри глобальной управляющей системы. С Грецией это все просто. У меня друзья сделали контент-анализ, когда вот было первое обострение Греции, когда все кричали, ой, как там все плохо, а там страшно, контент-анализ, кто же разжигает этот кризис? 80% источников было в Европе, в основном немцы и французы или связанные с ними. Ситуация очень простая. Крепкая евро, сильная евро, сделала Европу неконкурентоспособной, производящую часть Европы, то есть Францию, Германию, север Италии и отчасти Австрию. Когда Манасман был загружен с заказами только на 50%, это уникальное оборудование, которое не производится на рынок, оно производится только по заказам. И вот степень загруженности у него падала, дошла до 50%, стало ясно, что еще немножко его нужно будет закрывать к чертовой матери. Вот, стало страшно, возникла потребность уронить евро. Тут как раз подвернулась чудесная страна Греция. Я напомню, вы, наверное, это изучали, но не могу, потому что уж больно красивый, красивый сюжет, когда Грекия это страна, которая не просто фальсифицировала статистику, чтобы войти в зону евро. Это единственная страна, которая фальсифицировала статистику, потом в этом призналась. Это вот такая славянская искренность, ну или там христианская, православная, не знаю какая. при этом меня всегда очень интересовал вопрос, а почему там нет борьбы за рабочие места. Это чудесная причина. Оказывается, там средняя величина пособия по безработице чуть-чуть, но выше средней зарплаты по тем вакансиям, которые реально предлагаются на рынке труда. То есть работать это значит нести маленький, но материальный ущерб. Вот так там устроено. Такая там замечательная система управления в рамках гуманизма. Почему я говорю, что Европа это пример социализма в худшей форме. Принесионная система у них самая лучшая в ЕС, наверное. Да, да, да. Вопрос только что с ней будет через поколение или даже через 10 лет, но это уже другой вопрос. И истерику вокруг Греции на первом этапе разжигали европейцы, чтобы поддержать свою конкурентоспособность. Здесь они очень забавно совпали с американцами. Потому что европейская экономика все-таки производящая. Они не допустили превращение евро в глобальный спекулятивный актив как доллар. Это была их целенаправленная задача, они с ней справились. А американская экономика прежнему спекулятивная. Поэтому укрепление доллара на данном этапе через несколько лет ситуация изменится. Но сегодня укрепление доллара способствует притоку пусть даже спекулятивного капитала в Штаты помогает американской экономике для них выгодно. А ослабление евро тоже выгодно для европейцев, потому что поддерживает их производство. Я надеюсь, что все-таки этот баланс они наконец нашли друг с другом. вопрос. Еще вопрос. Пожалуйста, вопрос. Вопрос касается того, что делать. Вы достаточно обстоятельно объяснили сейчас, что повторится. Допустим, имеется новое правительство, в целом имеется новое клост в стране. Какие первые три меры нужно предпринять, чтобы улучшить положение России и карьеры в политическом плане, так и социально-экономическом? Понятно. Значит, это нисколько не поможет условиям глобального кризиса. Глобальный кризис, это вещи вполне объективны, это переход в некоторое новое равновесие. Здесь на вопрос, что делать, можно только сказать, что делать, если выпадет с девятого этажа. Уцепляться как-то, пытаться. Значит, в России все значительно проще, потому что у нас более стандартная необходимо стимулировать внутренний спрос. Что это значит? Первое, гарантирование прожиточного минимума. Потому что если мы юридически признаем право на жизнь, значит, мы должны признавать экономическое выражение этого права, то есть право людей на прожиточный минимум, естественно, реальный прожиточный минимум, который обеспечит нормальное физиологическое сохранение сил, для работающего и нормальный физиологический рост для ребенка. У нас ведь в истории есть два примера резкого падения среднего роста населения в стране. Это Северная Корея и нынешняя Россия. То есть первое это гарантирование прожиточного минимума, естественно, с дифференциацией по регионам, естественно, на реальном уровне, а не как сейчас, когда по калорийности это примерно соответствует пайку немецких военнопленных в советских лагерях в сентябре, по-моему, 41-го года. Потом мы нормы снизили. Второе это модернизация, модернизация инфраструктуры по двум причинам. Во-первых, наибольший кумулятивный эффект, то есть наибольшее оживление экономической жизни именно из-за модернизации инфраструктуры. Во-вторых, в силу длительности окупаемости и в силу, если вообще бывает окупаемость, и в силу значительных объемов вложений, для бизнеса это не по силам, и, соответственно, здесь минимальное поле для недобросовестной конкуренции государства с бизнесом. Две вещи. Дальше обеспечивающие вещи. Если мы хотим что-то производить, то нужно, чтобы это производство имело смысл. Значит, нужен разумный протекционизм, хотя бы на европейском уровне, потому что сегодня все, что мы делаем руками, китайцы делают дешевле, и половину этого лучше. Если мы хотим иметь рабочие места, значит, мы должны как-то отгородиться. Сюда же идет то, что у нас рынок не очень развитый, соответственно, рыночных стимулов недостаточно, значит, нужно принуждение к прогрессу, где повезет стандартами технологическими, где не повезет, значит, прямым административным принуждением. Неэффективно, но лучше сделать неэффективно, чем не делать никак. Далее, у нас очень высокий уровень монополизма, если мы будем стимулировать спрос при нынешнем уровне монополизма, все уйдет в рост цен, как это случилось с программой «Доступное жилье». Значит, нужно ограничивать произвол монополий, при желании это несложно, открывается, берется учебник с полки и читается. Ну, я могу рассказать, просто это отнимет время. Третье, это борьба с коррупцией, потому что то же самое, если мы будем стимулировать спрос в условиях нынешней коррупции, это будет стимулирование спроса на недвижимость в Швейцарии, в крайнем случае на недвижимость на рублевке. То же самое берется учебник с полки, стандартные меры. Вот, ну, это пять мер у нас получается. Ну, и дополнительная мера, как бы, чисто антикризисная, это освобождение малого бизнеса, потому что у нас сейчас достаточно плохая социальная ситуация в стране, вне нефтяных и не металлургических регионах, я имею в виду. И, как мы выжили в 92-м году, людям разрешили заниматься бизнесом, ничего никому не платя. Точно так же, мало, нужно зафиксировать, что малый бизнес, то есть количество занятых до 10 человек, на сельском хозяйстве до 50 человек, которые не ведет оптовой торговли, в смысле, купли-продажи, только продают свою продукцию, не занимается финансовыми операциями, внешнеэкономической связи, консалтингом и так далее, и так далее, и так далее, он не облагается никакими налогами в течение 5 лет вообще, в принципе. И он обязан через месяц после начала своей работы просто отправить заказное письмо, что, ребят, я здесь работаю. Это первое. И второе, у нас очень много заброшенной земли, даже в ближнем Подмосковье, там на некоторых заливных лугах березки выросли, просто зафиксировать 15-летние, просто зафиксировать, что сельхоз земля, если она обрабатывается, ее можно занимать, кто первый стал оттогое тапки, и тот, кто обрабатывает эту землю, там через 5 лет получает право собственности. Эта вещь очень опасная, это, конечно, аналог акта о Гамстедах, это приведет, к сожалению, к стрельбе, к многочисленному злоупотреблению, но, по крайней мере, это посадит на землю некоторую часть людей с одной стороны и позволит что-то начать выращивать с другой. Потому что сейчас основной вид сельхозяйственной деятельности, для чего люди покупают землю, если не брать спекуляцию, это снятие черноземного слоя, как немцы делали во время войны, и продажа его в коттеджные поселки. Я над Средней Россией много полетал, зрелище дивное. Вот, поле, и вдруг бум, такой огромный прямоугольник сияющего песка. Ва! Собственно, Кейбану, кто от этого будет выбирать? Кто от этого будет выбирать, кто это все будет проталкивать? Сегодня это категорически невыгодно всем имеющим влияние. Но в условиях системного кризиса, понимаете, системный кризис это очень страшно. Очень страшно. Страх это вещь, которая вполне надежно ломает человеческую психику, причем надолго. Могу привести два примера. Первое это поколение Ленина Ильича Брежнева, которая на всю оставшуюся жизнь запомнила, что бывает, если к войне не готовится или готовится не так, ни к той войне. И всю жизнь эти люди проводили политику, лишь бы не было войны. Они были агрессивными, они были жесткими, они вели локальные войны по всему миру, но большой войны они не допустили. Страну развалили, войны не допустили. Это была некоторая сверхзадача, которая у них была впечатана. Другой пример попроще, 98-й год, дефолт. В стране две недели не ходят грузовые поезда по причине высочайшей организации народного хозяйства. И люди начинают понимать, что еще немножко и конец. То есть не в том смысле, что их там посадят за в Ростово, а вот света не будет, воды не будет, канализация не будет работать. Они-то лично убегут и они-то свои семьи лично вывезут, а останутся друзья, знакомые и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И просто я в июле 98-го года я последний раз обошел, так сказать, всех своих знакомых в аппарате, я там работал в аппарате правительства с формулировкой «Ребята, ну, дело идет к концу, нужно быстро закрывать рынок ГКО». Они смотрели и говорили, ты понимаешь, да, конечно, но ты же понимаешь, что мы не можем это сделать. Я понимаю, что каждый день существования рынка ГКО приносит им не десятки тысяч долларов, а больше, конкретно людям. С другой стороны, в середине сентября я общался с теми же самыми людьми. Они были готовы абсолютно на все. Абсолютно. То есть люди, вот это прямой текст, одного из самых умных из наших либеральных фундаменталистов, который сказал дословно следующее, ты скажи, что надо делать, мы это сделаем значительно лучше тебя. Объясните, что такое хорошо, что такое плохо. Мы все зачистим. Потому что мы не знаем, что делать, наша логика поведения привела к катастрофе, а мы хотим жить. Мы хотим жить здесь. Ну, мы здесь больше украдем. На пенсию рано. Вот в системном кризисе люди испытают, именно в системе управления испытают страх, ужас, который их психику поломает. Или вернет в норму. Как, с какой стороны смотреть. И они будут понимать, что да, конечно, мы хотим украсть много, но они будут понимать, что если пренебрегать интересами общества, то будет вот так. Будет системный кризис. будет плохо. И они будут делать все, чтобы этого избежать. Все, что угодно. И я думаю, что им это удастся. Отсюда возникнет, так сказать, ответственность, здравый смысл и все остальное. Ну, естественно, это не стопроцентная вероятность. Мы пытались оценивать, но там люфты колоссальные. Так, условно, 70%, что это будет. А 30%, что здесь все закончится. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Николай Георгиевич, скажите, пожалуйста, мы сейчас кругом слышим про модернизацию. Как Вы думаете, в ближайшее время, что она будет из себя представлять? Во что это вылезет все разговоры? Что получится в итоге? Вот, понимаете, вот это специфическая особенность нашей с Вами культуры. Когда мы читаем на заборе традиционную надпись из трех букв, а видим внутри дрова, мы не удивляемся. Когда мы слышим о модернизации, а потом видим решение правительства, мы почему-то удивляемся, негодуем, возмущаемся и так далее. Модернизация – это политический лозунг, который призван показать, что Медведев, а, это не Путин, Б, что Медведев – это будущее, и В, что Медведев – это хорошее во всех смыслах этого слова. Точка. Он, наверное, вкладывает в этом какой-то позитивный смысл. Да, я имел удовольствие читать его документы, его, так сказать, произведения. Насколько я сейчас помню, то есть оно выделило пять каких-то сфер, таких, так сказать, якобы прорывных. Там, медицина, полеты в космос, информатика и что-то еще. Но единственное конкретное, что было сказано, первое – это энергозаберегающие лампочки. Хотя мы с вами под ними сидим, по-моему, в этом здании с середины 70-х годов. Никто не говорит, что это модернизация, но вот тем не менее. И второе – это широкополосный интернет. Да? Маловато для модернизации, согласитесь. С другой стороны, не нужно ничего придумывать. Вот соседи-китайцы, одна из самых протяженных границ в мире. Соседи-китайцы. Их ответ к кризису. В каждую китайскую деревню должна вести асфальтированная дорога. Эта асфальтированная дорога должна проходить по всей центральной улице деревни. А все, кто этот асфальт проложит плохо, будут расстреляны. Это модернизация. У нас это разговор, это политическая борьба. С моей точки зрения. Не могу ошибаться, разумеется. Но понимаете, когда у нас есть реально наукограды, Северск, на самом деле уже Томск наукоград, Зеленоград, с большим количеством поправок и оговорок Обнинск, Дубна, Троицк, Новосибирск, Академия Городов, с большим количеством поправок и оговорок, но все-таки есть. Есть еще, просто я их не вспомню сейчас. Учина, потвено. Ну, да, там уже все в основном сгнило, но тем не менее. Вот. Там, по крайней мере, есть дети ученых, которых можно чему-то учить, потому что они понимают, что ученые это не дурак. У нас возникла субкультура в поселке городского типа. Такая, что даже в 70 километрах от Москвы восстание живых мертвецов можно снимать с минимум грима. Вы смеетесь? Вы смеетесь? А я туда заехал посмотреть на развалины Древнего Собора. Но я туда уехал, правда, вовремя. Когда народ стал сбредаться, посмотреть, что я до к ним заехал. Вот. И когда это делается на пустом ровном месте, причем сразу выясняется, что земля на этом пустом ровном месте оказывается принадлежит очень уважаемым людям. Ну, становится понятно, что это девелоперский проект. Девелоперский проект. А еще есть бизнес-школа Сколково. Понимаете, здания строятся. По-моему, они проектируются, но, может быть, еще строятся. Бизнес-школа, знаете, где работает бизнес-школа Сколково? Вы обзавидуетесь, она работает в Балчуге. Да? Она работает в Балчуге. Как вы думаете, на какой день обучения снесет крышу у человека, который студентом учится в Балчуге и живет там уже, напротив Кремля? У меня там есть знакомые преподаватели, которые преподают на первом курсе. И резюме их такое, что объяснить людям, что их жизнь еще не удалась и что им совсем не обязательно дадут порулить главными бизнесами страны очень сложно. Правда, мои знакомые, они начинали свою служебную деятельность преподавательскую в ПТУ, поэтому жизненная школа у них правильная. Они этих Микки Маусов обуздывают. А есть те, кто их не обуздывает. Поэтому выпускники бизнес-школы Сколково на сегодняшний этап это несчастные люди, которым предстоит пройти через жесточайший кризис переоценки, завышенной самооценки. Как это называют психологи. Правда, есть еще кризис заниженной самооценки, но еще хуже. Еще вопрос. А может, Катенька против? Да, да. да. Если мы коснемся такой темы, как перспективы России мирового финансового центра, и нужны нам мирового финансового центра, и с чем вылиться вот эти разговоры про идеи создания этого центра, нужны в принципе России на данном этапе? И в условиях, когда рушится мировая финансовая архитектура, то есть, уж с ним еще вопрос, куда наступил вопрос. Ну, вы знаете, пока деньги, деньги, наверное, когда-нибудь исчезнут, но пока они существуют, их нужно иметь. Точно то же самое. Быть одним из мировых финансовых центров очень хорошо, просто потому, что, когда вы находитесь в этом положении, то вам нужно зарабатывать деньги, не нужно, само ваше положение автоматически приносит деньги. Но это примерно как быть сыном Билла Гейтса. Благосостояние обеспечено. Вот как стать сыном Билла Гейтса, не будучи им, это отдельная проблема. Вот как стать мировым финансовым центром, не будучи им, это некоторая задача. Может быть, ее можно решить, может быть, ее нельзя решить, но для того, чтобы можно было об этом рассуждать, нужно иметь алгоритм решения этой задачи, который предлагает нам наше государство. Алгоритм решения задачи государства пока не предлагает. Более того, значительно более простая задача превращения рубля в расчетную валюту постсоветского пространства, а потом и в резервную валюту постсоветского пространства, значит, на моей памяти она мусолится с 2004 года, беспрерывно. Единственное практическое движение по этому направлению было сделано, когда договорились с Лукашенко ввести общую валюту в 2005 году. Больше продвижений вперед не было. Понимаете, очень хорошая идея. Может быть, не мировым финансовым, хорошо, черт с вами регионально. Давайте что-нибудь для этого делать, может быть. Потому что пока Москва стихийно является финансовым центром, а Россия и значительной части финансового центра постсоветского пространства, просто потому, что часть финансовых операций постсоветского пространства осуществляет через Россию. Во многом так удобнее, так же, как удобнее пользоваться русским языком. Но, вы знаете, целенаправленных усилий, направленных на решение этой задачи, я пока что не вижу. Программы практических мер, направленных на решение этой задачи, я не вижу. А если нам говорят, что, ребята, давайте полетим на солнце, о конкретике, единственное, что мы слышим о конкретике этого, вы не бойтесь, в политбюро не дураки, сидят, лететь будете ночью, предмет разговора пока отсутствует, с моей точки зрения. Лозунг, вот такой он, замечательный, прекрасный лозунг. Я напомню, самый лучший лозунг 2000-х годов. В 2010-м году инфляция будет 3% годового. Его, правда, один раз сказали и больше не повторяли никогда. Но тем не менее. у нас еще 3 минуты до 18 часов, по-моему. Еще есть куча времени. Еще можно быстро на коленке написать программу превращения Москвы в мировой финансовый центр. Тогда я задам вопрос, потому что время дорого. Даже не вопрос, а как бы хотелось бы, чтобы вы немножко уточнили. Вы озвучили такой тезис исчезновение частной собственности. Это что, красивая фраза? Или это все-таки исчезновение частной собственности в пределах Уолл-стрита? Или в пределах, скажем, какой-то там отдельной взятой страны? Или это глобальный процесс? По Уолл-стриту да, я с вами согласен. Значит, нет, это, безусловно, не всеобщий процесс, потому что вот ручка является моей частной собственностью или вашей, я не помню. По-моему, все-таки моей. Нет, у меня просто привычка брать ручки во всех столах, где я сижу, и когда один из моих начальников, у него ручки на столе заканчивались, он просто мне звонил, говорил, Михаил Геннадьевич, заносить. Вот. Частная собственность, безусловно, есть. Ее нет в прежнем, традиционном, стандартном виде в рамках глобальных корпораций. На самом деле, когда в 50-е годы ввели термин смешанная собственность, это уже было существенным продвижением. Когда Гэлбрейд, нашими, так сказать, нелюбимой, нелюбимой за теорию конвергенции и половинчатость, вел идею техноструктуры, это уже было резкое ослабление частной собственности Конститута. Но сегодня эта ситуация просто клиническая. Да, когда я, да, это не только Уолл-стрит, не только Америка, это крупные корпорации, управляемые акционерами. То есть, это не семейный крупный бизнес, то есть, это не Google. Нет. Вот, когда в Google появится размытая акционерная собственность, сильно размытая, тогда это будет утрата частной собственности. На самом деле, ведь мы же не понимаем многих смешных простых вещей, просто из-за культурных отличий. Ведь западные лидеры лоббируют свои крупные корпорации в очень большой степени потому, что огромное количество их избирателей является акционерами этих компаний. И любой избиратель может стать акционером этих компаний. И выступая в интересах какого-нибудь Майкрософта или Эппла или Форда, он выступает не в интересах частного бизнеса, не в интересах нашего Эликсельберга или Абрамовича, а в интересах своего общества. Если кто-то из его избирателей не стал акционером Майкрософта, то это его свободный выбор, это личное желание. Понимаете, вот эта вот размытость акционерных структур это тоже очень важный демократизирующий общество факт. Но когда владельцы пусть даже контрольного пакета утрачивают возможность контролировать топ-менеджмент, в традиционном смысле слова частная собственность исчезает. Спасибо. Михаил Геннадьевич, вот я этот вопрос задавал одному нашему российскому банкиру, говорю, вот объясните мне пожалуйста. он говорит, да вы поймите, если бы там была какая-то собственность, этих бы топ-менеджеров бы за глотку взяли хозяева, но дело в том, что там отрицательная собственность с отрицательным знаком, то есть там все эти забалансовые и небалансовые обязательства волл-стритовских банков, они превышают все активы. И соответственно, кондуиты, кондуиты очень серьезные вещи. контрольные пакеты, они там просто отдыхают и смотрят как зрители на те события, которые представляют топ-менеджер. Ну и работает, наверное. Но это в финансовом секторе, а в промышленном секторе нет. Я про Волл-стрит конкретно. Почему я задал вопрос, это про Волл-стрит или это в Америке? Это опять-таки, потому что вот эти вот забалансовые обязательства, они в значительной степени для чего были сделаны, так называемые кондуиты. Для того, чтобы можно было осуществлять спекулятивные операции, не создавая резервов по этим спекулятивным. Выскочить из-под регулирования. Этот вот кризис, он очень сильно все это подрезал сейчас. Вот. Так что посмотрим, как это все устаканится, будет через два, если устаканится. Так, ну ровно 18 часов. Давайте последний вопрос еще. Вот еще один. Если есть. Михаил Геннадьевич, готов еще один вопрос. Ну, нет, так нет. Ну, тогда мы точно точно 18 часов. Спасибо. Спасибо.